В прекрасной Индии В ту пору, о которой мы расскажем вам, В Кашале правил мудрый дошарат. Имел он трех супруг, блистательных царит, И четырех имел сынов отварных. Был мужем праведным и южищем отцом. Счастливо жил народ. На рисовых полях звенели смех, И песни от зари до ночи. Коврус тот светному подобен был базар, Все были веселые, нагадные и богатые. КОНЕЦ КОНЕЦ Но окружали царство мрачные леса, Где тысячи гнездили сракшесов ужасно, Угроза вечная для всех живых существ, Исчатья подлости, жестокости, коварства. И на Кашалу вдруг, подобно саранче, Напала их орда слепой безумной злобии. Возглавив храбрые войска в бою с врагом, Был тяжко ранен славный дошарат. Повелитель, супруг мой, Озари нас солнцем твоего взгляда. Ты слышишь? Твои жены и сыновья зовут тебя. Рама, сын мой, Моли твоего отца вернуться к жизни. Ты старший среди братьев. Твой голос должен долететь до его сердца. Отец, отец, не покидай нас. Ого, горе нам, горе. О, небо, за что ты караешь нас так жестоко? Какие мы несчастные! Неужели мы останемся вдовы? Слезы застилают мне глаза. Я не вижу, где мой сын, где бхарат. Я здесь, у ног отца и повелителя. Зови его, зови громче. Может быть, его душа откликнется на твой голос. Отец, весь наш род погибнет без тебя. Отец! И вы, мои сыновья, Молите смерть не отнимать у вас отца. Подойди к нему, лакшина, И ты тоже шатругну. Отец, добрый наш отец, Мы не переживем твоей гибели. Нет, он не слышит нас. Его ничто уже не спасет. Васиштка, советник, скажи, Кто же нанес раны нашему повелителю? Сам владыка демонов, Злобный и коварный Раван. Раван, сын мой, Ты слышал эти слова? Запомни их на всю жизнь И поклянись уложа тяжко израненного отца, Что Раван падет от твоей руки, Руки наследника престола. Клянусь, отец, ты слышишь меня? Я клянусь отомстить за твои страдания. Я убью Равана это исчадие мрака. О, если бы я был в этой битве рядом с отцом, Я защитил бы его, Я принял бы на свою грудь Стрелы, направленные в его сердце. Но разве есть моя вина в этой беде? Я ведь был в этот день во главе другого войск. Не терзай себя, сын мой, Твоей вины нет, Есть несчастье. Расскажи отцу о твоей битве, Пусть он в свой последний час Услышит о твоей доблести. Великий повелитель нашей страны, Мое сердце скорбит, Что ты не мог видеть Моего боя с полками Ракшисов. Узнай же, Что твой наследник И преданный сын стал воином. В этой битве Ракшисы ревели, Как бешеные буйволы. Они бросали в нас скалы и деревья, Но вся земля дрожала От грохота наших колесниц. Лучи солнца не могли пробиться Сквозь тучи наших стрел, А звон мечей Долетал до небес. Как я был счастлив Вести в бой Твое доблестное войско. Если ты еще слышишь мой голос, То верь моей клятве. Я убью Равана. Равана, Ты усладил своим рассказом Сердце умирающего царя И полководца. Но я вижу, Что жизнь нашего повелителя Угасает. Закатывается солнце Древнего рода царей. И приходит от нас Владыка земли. Гаснут, Гаснут очи вселенной. О горе! О горе! Какие? Добрые госпожа моя. Отойдемте в сторонку. Вот так сюда. Теперь слушайте меня внимательно. Я, ваша преданная няня, Хочу помочь вашему горе. О чем ты говоришь? Кто на свете может помочь Такому горе? Я. Я могу помочь. Вы спасете царя. Как? Или твой разум Помутился, Моя верная манхара? Нет, нет. Мой разум готов Служить вам, госпожа. Ах, не мешай мне оплакивать гибель царя. Да ведь он еще не умер. И не умрет, Если я захочу этого. Поги, что я слышу? Говори сейчас же, манхара, что ты можешь сделать? У меня есть одно тайное лекарство. Вы спасете царя от смерти. Что это за лекарство? Волшебное снадобье. Я когда-то вылечила им вашего отца от смертельной болезни. Отчего же ты раньше никогда не говорила об этом? Помажьте супругу глаза и уста. И он оживет. Так что же ты медлишь? Где это лекарство? Давай его скорее. Вот оно. Вот. Только не забудьте попросить потом у царя Дошарадхи хорошую награду. Для себя и своей старой няни. Оставь, манхар, о чем ты говоришь? Не плачьте. Я верну нашего привелителя к жизни. Вот волшебное снадобье. Супруг мой, молю тебя, взгляни на нас, на своих преданных жен и сыновей. Супруг мой. О, какое счастье. Гарета, дорогой мой сын, твой отец открыл глаза. Отчего я здесь? Где враги? Где Ракшисы? Где их владыка, раб? Советник, скажи мне правду. Мы разбиты? О, нет, повелитель. Ты изгнал врагов из нашей родной Кашалы. О, какая радостная весть. Помогите мне встать, сыновья мои. Так что же было за мной? Ты умирал от тяжкой раны. Младшая царица Кайкеи вырвала твою жизнь из рук самой смерти. Я никогда не забуду твоей помощи, Кайкеи. Никогда. Это очень хорошо. И для моей госпожи, и для меня. Подойди ко мне, младшая царица. Слушайте все, я обещаю царице Кайкеи исполнить два любых ее желания. Так я сказал, так и будет. Но я совершила только то, что мне велел мой долг и любовь к нашему сыну, к нашему Бхарате. Какие желания таятся в глубине твоего сердца, младшая царица? Не спешите с ответом, госпожа. О чем ты хочешь попросить меня? Не спешите. Вы еще не знаете, где протекает река вашего счастья. Я счастлива и всем довольна, мой владыка. Сейчас мне ничего не надо. Тогда не забывай о моем слове. Тебе подарены два желания, и я всегда буду готов исполнить их. Помни, что один раз говорят цари, один раз говорят воины. И только женщины меняют свои слова. Высшая награда для нас всех. Твое здоровье, повелитель. Я хочу говорить с вами. Я боюсь, что мне уже недолго идти по дороге моих дней. Мой старший сын Рама достиг рассвета своей юности и силы. Я хочу возвести наследника на престол, пока я жив. Ты согласен со мной, советник? Да, государь, таков древний обычай. А ты согласна, царица Каушалья? Эти слова справедливы. А вы, младшие царицы, ты, Сумитра? Ваше решение будет и моим. А ты какие? Рама старший всех братьев. Закон на его стороне. Ну, тогда мы приняли решение. Но древний закон гласит, что наследник до вашествия на престол должен жениться. Человек, не имеющий жены, не может вершить важные дела. Не так ли, государь? Да, таков закон. Слыхал ли ты, что в соседней стране Метхилы объявлено великое состязание женихов? Дочь могучего царя Метхилы, Сита, прекрасная, как богиня Зари, хочет избрать себе достойного мужа. Я уверен, что следует послать туда Раму. Сита прославилась своей красотой и добродетелью. Я готова встретить ее, как родную дочь. А что скажешь ты, Кайкеи? Ну, что же, люди говорят, невестка в дом, счастье в дом. Подойди, мой сын. Рама, мы решили тебя отправить в Метхилу на состязание женихов. Я послушен каждому твоему желанию. А после твоей свадьбы мы будем короновать тебя на царство. О нет, отец, мне тяжело слышать твои слова. Я хочу, чтобы ты еще много-много лет правил в Кашале. Мне уже трудно управлять страной. Ты моя опора, мой наследник. Я передам власть в твои руки. Они сильнее моих. Ты пойдешь в Метхилу. Отец, позволь мне сопровождать Раму. Ты же знаешь, как я ему предан. Я буду охранять его в пути. Хорошо, Лакшман. Ты пойдешь с братом. Собирайтесь в путь, дети мои. Ну, нет. Не бывать этого. Сын моей госпожи, царицы Кайкеи, будет царствовать в Кашале. Этого хочу я, Мандхара. Госпожа с детства привыкла слушаться меня. А ее сыночек Пхарата привык слушаться ее. Так кто же будет самым важным человеком при дворе, если Пхарата станет царем? Я. Я, старая горбунья Мандхара. И власть и золото будут в моих руках. Нет, я помешаю Раме занять престол. Клянусь, клянусь владыкой зла, великим раваном. Когда-то поразил Митхилу голод, и в горе зарыдала вся страна. Косила смерти молодых и старых, и сам царь Джанака не мог помочь беде. Но посетил его однажды старец глубоким знанием жизни умудренным и предсказал, что голод прекратится, когда царь Джанака с сахой пойдет Пхарат. Лишь только царь земли с сахой коснулся, вся борозда сверканьем озарилась, и красотой и нежностью сияя, внезапно девочка явилась перед ним. В Митхиле тотчас прекратился голод, а девочку, посланницу земли, царь вырастил с любовью и заботой, и красотой своей она племела мир. Именем царя Митхилы, великого и непобедимого Джанаки, всем, всем сыновьям царей, которые хотят добиться руки красавицы среди красавиц, жемчужины земли и небес, царевной ситы, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Всем, 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 кто хочет доказать, что он доблестный воин и достойный муж, предлагаем принять участие в состязании женихов! Субтитры создавал DimaTorzok «Уже собралось много славных юношек. Иди, глашатый, скажи царевне Сити, что мы ждем ее. Спешу, государь!» Займи возле меня достойное тебя место, дочь. Повянусь, отец мой. А ты, глашатый, объяви условия состязания. Всем, всем, всем объявляем! Победителем будет тот, кто поднимет с земли этот заколдованный лук, натянет тетиву и сломает его. Сильнейшего из всех прекрасное сито назовет своим мужем и увенчает его гирляндой победы, которая нас плела своими пальцами, гибкими, как стебли лотоса. Начинайте состязание! Кто первым пришел на площадь? Первым пришел на площадь царевич Субала. Он прославленный силач. Но иди же, достойнейший! Ведь ты пришел первым! Нет! Я могу уступить это право тебе! Ты здесь самый юный! А ведь поэты говорят, молодые побеги бамбука первыми встречают солнце. Ну, конечно же, конечно же, кто-то должен выйти первым. Решайтесь! Решайтесь, воин! Вот ты и выходи! Тебя на диво раскормили во дворце твоего отца. Ты один сможешь заслонить с собой и луну, и солнце перед взором божественной ситы. Я знаю, что я смешон. Я не выйду первым. Пусть лучше идет этот высокой царевич. Нет! Страшно подумать, что можно сразу убить свою надежду. Какой ты нерешительный! Хорошо. Хоть я и самый юный из вас, но я пойду первым. Да, ты отважен, как истинный воин. Так иди же, иди. Иду без колебаний. Неудача! Я так и знал! Ты слаб еще! Запомни, юноша, бутоны лотоса не могут затмить раскрывшиеся цветы. Ты еще не воин! Зато я не прятался за чужие спины, как вы все, воины. Кто прячется? Это ты не обомнили, что в яда прятался? Я просто не хочу быть торопливым. Лука направляется могучий Субалла. О, Боже! Этот силач даже не сдвел лук с места. Нет, я боюсь такого позора. Пусть уж лучше не будет царица в моем дворце. Кто следующий пришел на площадь? Я спрашиваю еще раз, кто следующим пришел на площадь. Выходи ты, Рама. Покажи им, что значит истинная сила. Нет, Лакшман. Мы ведь пришли после всех. Он, этот юноша, еще не поднимал лук. Нет. Видны, мне придется проститься со своей прекрасной мечтой. Я не решаюсь идти к луку. Пацарь, не изменишь ли ты условия со стезами? Этот лук слишком тяжел. Ничто не тяжело для истинного силача. А мне, царю, не пристало менять свое слово. Как я сказал, так и будет. Продолжайте состязание. Кто там? Что там такое? Это ракшасы. Ракшасы явились на состязании женихов. Несите полонкин сюда. Стойте, собаки! Поставьте его здесь. Нет. Несите дальше, сыновья, слов. Здесь поставьте поближе к царевне. Вот так. А теперь наш великий повелитель явись их низким взором. Отец! Отец, кто это? Это Раван, владыка ракшасов. Зачем он здесь? Я тоже озабочен его появлением. Он очень силен. Раван. Ведь это Раван. Его надо убить. Да, это Раван. Но успокойся, Лакшман. Мы здесь гости. Гости царя Джанаки. Кто это? Скажи мне, силач. Повелитель ракшасов, владыка острова Ланки. Как он великолепен. Не суди по платью юноша. Павлин тоже пестрый, а питается червями. О, боже, не дайте ему победить. Спасите меня, молю вас. Да, вы не ошиблись. Я Раван повелитель зла. О, каких блестящих воинов я здесь вижу. Даже сыновей царя до Шарапки. Ну, из вас никто еще тут не опозорился? Идите же к Луку. я хочу посмеяться над вами. Брат, я убью его. Как он смеет насмехаться над тобой? Успокойся, Лакшман. Нельзя обижаться на глупцов и недостойных. Ну, что же вы боитесь? Так я и знал. Рама, почему ты молчишь? Один скажет и не сделает, другой скажет и сделает, а третий просто сделает без слов. Кто же достойнее? Отец, кто этот юноша с таким прекрасным лицом? Рама, старший сын царя до Шарапки. К Луку подходит прославленный в трех мирах герой Рама, сын царя Кошалы. Желаю тебе победы только тебе. Рама поднял лук. Это, оказывается, очень легкий лук. Стой! Стой! Приветствую тебя, солнце силы, приветствую тебя, мой муж и повелитель. Проклятие от лица всех ракшасов земли проклятие вам. Отныне жизнь моей дочери сольется жизнью этого героя, как сливаются весенние реки. Будь благословен ваш союз. Будь счастлив, брат мой, будь счастлива, дорогая сестра. Требую справедливости. Что ты хочешь сказать нам, достойный муж? Здесь я, повелитель всех ракшасов земли, я сильнейший из царей, ты не должен отдавать свою дочь кому-то другому. Моя дочь избрала своим мужем победителя, отчего же ты не пожелал показать нам свою силу? Вы недостоин того, чтобы я участвовал в ваших жалких состязаниях. Довольно того, что я посмотрел на ваши детские игры. Прикажи дочери взойти в мой полонкин. Отец? Отец, я убью его. Молю, не удерживай меня. Подожди, юноша, он обращается ко мне. Слушай меня, владыка Рахшесов. Здесь я правитель царства. И я прошу тебя сейчас же покинуть его пределы. Отныне будем говорить с тобой только на языке мечей и стрел. Ну, хорошо же. Вы еще услышите обо мне. Где бы вы ни были, я вас найду. И никто не спасет вас от мастера воно низко. Запомните это. Эй, подать полонки. Повелитесь, шакалы. Живей, живей. Спасите вашего повелителя от этих ничтосных летишек. Перед лицом всех нарек нарекаю раму сына великого царя Дошарадхи мужем ситы дочери царя Джанахи. Всех прошу на свадебный пир! Ей! 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 Добро и зло стучатся в сердце человека, но только для добра спиши его открыть, и сам служи примером добрых дел. И даже если ты не блещешь красотою, искованы твоей неловкостью слова, прекрасным будешь ты всегда в глазах людей. А если злу свою откроешь сердце, то вырастут в нем черные цветы, и опьянит тебя их тяжкий аромат, и ты забудешь долг, любовь и верность, предашься темным мыслям и делам, и друга своего ты назовешь врагом. И после этого ни череп, ни красотой, ни блеском глаз, ни нежностью лица, ни смехом звонким, ни искусными речами не сможешь скрыть, что зло в твоем гнездится сердце, что злоба и кровь отравлена твоя. Сегодня такой большой праздник, раму венчают на царство. Да, госпожа моя, конечно, праздник. Ты как будто чем-то озабочена, моя добрая манткара. Ах, о чем мне заботиться, кроме вашего счастья, госпожа? Тогда тебе нечего тревожиться, моя нянюшка. Я счастлива. Тогда и я счастлива. Весь дворец украшен светильниками, все люди наденут свои лучшие наряды. Подай серьги, алмазный пояс. Раму возведут на престол. Утреннее солнце взойдет над нашим царством. Ах, госпожа, как вы любите раму. Если он утреннее солнце, то ваш бхарата юный месяц. Мой бхарата вся моя жизнь. как он будет рад, что брат венчают на царство. Все, все будут счастливы. А вы будете. А почему бы и мне не быть счастливой? Нет. Ты чем-то опечалена, нянюшка? Скажи, чем? Муж, если вы хотите, я скажу, чему мне радоваться? Тому, что вас могут обидеть? Да кто же посмеет обидеть любимую жену царя Дошарадхи? Подай браслет. Никто, никто, конечно, пока царь живет и здравствует. Но кто из живущих знает пути бога смерти? Царь не молч. Замолчи, старая. Зачем ты призываешь ко мне грусть в такой светлый праздник? Я думаю об Харате. Об Харате? О вашем единственном сыне. Я слепну от слез, когда вспоминаю, что ему грозит беда. Какая беда? Что ты опять болтаешь? Ты что-нибудь слышала об Харате? Ничего, ничего не слыхала, кроме своих мыслей. Мыслей? О чем? О том, что бывает с братьями царя. А что с ними бывает? А что такое брат царя, как не угроза трону? Неужели ты думаешь, что рама? Нет, нет. Разве я посмею так думать о нашем юном правителе? Но ведь всем известно. Что всем известно? Всем известно, что правитель всегда держит своих братьев подальше от трона. Подальше? Их обычно изгоняют из царства, к диким лесным племенам или в пустыню, где только змеи и ящери шуток. Зато наследнику не будет грозить опасность нашему светлому раме. А вы, госпожа, не печальтесь. Я люблю карату больше жизни, я последую за ним в изгнание. Успокойтесь, моя бедная госпожа. Ступай прочь. Стой. Повелеваю сообщить царю, что я жду его, повинуюсь, госпожа. В лес, в пустыню, моего бхарату в пустыне, где звери, где только змеи и ящерицы. Кайфей, любимая моя, о чем ты плачешь? Ой, я несчастная, ведь на меня и моего сына прокляли боги и мы должны погибнуть, оставленные всеми. Что-нибудь случилось с бхаратой? Бхарата жив и здоров. Он еще не знает, какая страшная туча надвигается на солнце его жизни. Скажи скорее, что грозит моему младшему сыну? Разве я позволю кому-нибудь обидеть его? Вы уже позволили, государь, обидеть и бхарату и меня. Как? Кто посмел обидеть вас? Отвечай скорее. Вы повелитель. Я? Да, вы. Скажи, чем я не пожалею жизни, чтобы успокоить твое сердце? Если вы действительно готовы защитить от всякой беды меня и моего сына, то прикажите всем объявить, что Рама больше не наследник. Что я слышу? О чем ты говоришь? Разве бхара ты чем-нибудь хуже Рамы и менее достоин звания царя? Не гневи меня, царица. Я назначил наследником Раму, и я от своего слова не отступаю. Ах, вот как? Вы не отступаете от своего слова никогда? Никогда. А вы помните, что это я спасла вас, когда вы умирали от тяжей раны. Я вернула вам жизнь. Помню и всегда благословляю тебя за это. А помните, вы мне тогда дали слово, что исполните два любых моих желания. Конечно, помню. Если вы, господин мой повелитель, не захотите прослыться лугуном и бесчестным человеком, то вы сейчас же исполните ваше обещание. Ведь один раз говорят цари и один раз говорят воины. Не хочешь ли ты? Да. Я требую, чтобы назначили наследником моего сына в Харату. Это одно мое желание. И второе, я прошу, чтобы вы немедленно изгнали раму из царства. Пусть живет где-нибудь подальше, в пустыне или в лесу и не менее, чем семь. Нет, четырнадцать лет. Костей, опомнись, умоляю тебя, опомнись, откажись от своих безумных желаний. Ни за что. Я не переживу изгнание рамы. Пощади хоть меня, верни мне данное тебе обещание, проси чего хочешь, только не этого. Отвечайте немедленно, вы согласны сдержать свое слово или нет. Хорошо, царица, я выполню. Я согласен. Манхара, где ты, моя нянюшка? Повелеваю позвать сюда наследника. Я уже позвала, уже позвала, госпожа. Я здесь, повелитель, приказываю. Почему отец не смотрит на меня? Чем я прогневил его? Ничем. И не он повелел тебе прийти, а я. Я покорен твоей воле, царица. Твой отец повелел мне сказать, что обрекает тебя на изгнание. На изгнание? Завтра ты покинешь Кошалу и вернешься сюда через четырнадцать лет. В Кошале будет править Пхарата. Это воля моего отца? Это воля великого царя Дошарадхи. И ты должен ей подчиниться. Отец! Я дал слово царице Кайки. пусть душа твоя будет спокойна, повелитель. Твой сын сдержит данное тобою слово. Я покоряюсь царице. О, счастье! Мой Пхарата спасен! Вот так в Кошале ожидали радость, а вместо радости нагрянуло несчастье. И ураган беды пронесся над страной. Сердца людей наполнились слезами. В пучину скорби погрузились души. Для всех погасло ликование дня. Прощайте, братья. Я должен идти. Нет! Ты должен остаться. Твой долг прославить наш род славными подвигами. И служить своему народу. Народ хочет, чтобы ты правил царство. Такова воля всех твоих подданных. Твой уход убьет нашего отца. Он не переживет такого горя. Нет, я ухожу по желанию моего отца. Отца? Не верю. Рама, где твоя сила, где храбрость? Нельзя сдаваться без боя. Без боя? С кем? С отцом? Опомнись, Лакшман. Он дал слово одному из своих подданных, что исполнит два его желания. И вот первым желанием было, чтобы я удалился в изгнание на 14 лет. Какое горе! Какое невыносимое горе! Нет, мать, нет, это не горе, это великая радость для сына сдержать слово, данное отцом. Я не могу, я не хочу верить, я не отпускаю тебя. Нет в этом мире силы, которая остановила бы меня. Осуши слезы, мать, меня изгнание не страшит, страшнее всего не выполнить клятвы отца и лишить его чести. Да, да, твои слова справедливы, сын должен сдержать слово отца, ты должен идти, но я, я умру от горя. Моя любовь сохранить твою жизнь, мать, ты с детства была мне опорой, будь же сильней, как всегда, это поддержит меня в изгнании. Иди, я верю, что океан твоей доблести будет всегда полноводным. Я добровольно отрекаюсь от престола и назначаю правителем Бхарату. Меня? Это было вторым желанием этого низкого человека? Да. Кто он? Скажи мне, я убью его. Я никогда и никому не открою его имени. А зачем это скрывать? Это я потребовала, чтобы царь Дашаракфа короновал Бхарату, а не Раму. Мой сын будет не менее достойным наследником престола. Царица? Ты, ты, моя мать, могла так опозорить меня и принести столько горя моему отцу? Почему опозорить? Я хотела осчастливить тебя. Осчастливить? Да ты меня сделала самым несчастным человеком на свете. Неужели ты могла подумать, что я так низок, что соглашусь отнять законное право на престол у моего любимого брата? Да я об этом и не думала. Я просто хотела, чтобы правил мой сын. Ты не хуже Рамы. Благодарим Антхару. Это она мне открыла. Какая горькая участь нас ожидает, если Рама станет царем. О чем ты говоришь? Ты же знаешь, какая у Рамы высокая и чистая душа. Как могла ты поверить злобным наветам? Ты станешь царем. Так будет лучше. Боги, возьмите мою опозоренную жизнь, она мне больше не нужна. Брат, успокойся. Все знают, что ты благороден и бескорыстен. Я прошу тебя остаться здесь вместо меня. Такова воля отца. Нет, Рама, нет. Я не займу твоего престола. Я сгорю от стыда и горя, если взойду на него вместо тебя. Дай мне твои сандалии. Я поставлю их на трон и буду править от твоего имени. Буду только твоим наместником. Да, Рама, разреши Бхарати быть только твоим наместником. А через четырнадцать лет ты вернешься на престол и справедливость восторжествует. Рама, я молю тебя, исполни мое желание. Хорошо, мой благородный брат, я согласен. Будь справедливым правителем. Брат, я пойду с тобой. Плечом к плечу мы встретим все опасности и невзгоды. Нет, Лахшман. С кем же останутся царицы во дворце? Кто утешит их в горе и страдании? Ни слова больше, брат мой. Мы с тобой не расставались с детства, не расстанемся и теперь. Мать, скажи, я должен следовать за братом? Балжин, сын мой, нельзя покидать брата в беде. Прощай, Сита. Прощай, моя любимая. Не грусти. Прошу тебя, не оставляй меня здесь. Я умру в разлуке с тобой. Ты, солнце и луна моей жизни. Нет большего счастья, чем видит сиянье твоего лица. Возьми меня с собой. Сита, любовь моя. В лесу меня ждут тяжкие испытания. Останься здесь. Нет, мой повелитель, мой супруг. Я и одного дня не проживу без тебя. Я не боюсь опасностей. Дочь моя, отпусти раму. Ты будешь ему только в тягость. Нет, мать, нет. Как может любящая жена быть в тягость своему мужу? Мою тебя, отпусти меня с ним. У тебя в изгнании не будет слуг, и твои ногти нежные, как роса на лепестках цветов, почернеют от грубой работы. Почему мне моя красота если моего супруга не будет со мной? Раме придется спать на подушке из колючей травы. Я подложу ему под голову свои руки. Путь далек. Рама будет задыхаться в пустыне от зноя. Я стану обмахивать его краем своего покрывала. На нас могут напасть хищные звери. Я закрою тебя своим телом. не отказывай мне супруг мой. Я должна разделить с тобой изгнание. Ведь я жена твоя. Ты дыхание моего дыхания. Меня страшит только одно разлука с тобой. Мать Кауша Али. Помоги мне умолить моего супруга. Он сын твой. Он должен тебе подчиниться. Ведь ты сама никогда не разлучалась со своим мужем. За что вы обрекаете меня на это страшное горе? Хорошо. Иди. Пусть весь мир узнает, какой должна быть преданная жена. Рама, сын мой, не должна жена покидать своего мужа в беде. Возьми с собой ситу. Мать, что ты говоришь? Она погибнет в лесу. Значит, такова моя судьба. Но ты будешь рядом, а тогда смерть мне не страшна. Возьми меня с собой, умоляю тебя. Идем. Идем, моя любимая. Я буду гречь тебя больше собственной жизни. беда. Субтитры создавал DimaTorzok Лес, украшение земли, Венец бесценный на ее челе. Здесь гроздь испелых ягод и плодов Камнями самоцветными горят, Окрашены здесь травы и цветы В коралловые отблески зари. И изгнанники нашли себе приюль, Укрывшись в хижине из листьев и ветвей. Лакшман, твоя охота была неудачной? Что с тобой, Лакшман? Я видел в лесу необыкновенного оленя. Необыкновенного? Он был весь золотой, как солнце на закате. И мне показалось, что он не похож на оленя. А почему не похож? Он не щипал траву, как все олени. А шел быстро и прямо, словно спешил куда-то. Заметив меня, он бросился в чащу. И все засверкало вокруг, будто звезды рассыпались по кустам. Отчего же твоя стрела не поразила ее? Я не успел даже натянуть тетиву. Он блеснул вдали и исчез, как молния. Словно в землю ушел. Как бы я хотела взглянуть на него. Лакшман, мы подстрелим этого оленя и подарим его золотую шкуру Сити. Слышишь? Шуршат кусты. Это, наверное, он. Нет. Я вижу какую-то женщину. Молодую. Но... Но страшно уродливым. Я вас приветствую. Какие вы оба миленькие. Какие красавчики. Кто это? Это что еще за дива? Вы мне оба нравитесь. В особенности ты. Нет. Пожалуй, ты. Кто вы? Госпожа? Откуда пожаловали? Кто я? Я сама Шурпанакха. Красавица Шурпанакха. Сестра непобедимого Равана. Владыки Золотой Ланки. Зачем она здесь? Вы по ошибке изобрели суда. Здесь живут мирные отшельники. Да, я тоже думаю, что по ошибке. Нет. Не по ошибке. Я ищу себе мужа. Я услышала, что здесь поселились сыновья царя и великие герои и решила, что вы, пожалуй, подходящие женихи даже для такой знатной невесты, как я. О, это слишком большая честь для меня. И для меня тоже. Еще бы. Но только я не знаю, кого из вас выбрать. Ты как будто моложе. А ты сильней. Ну вот что. Вы поделитесь, а я погляжу. Кто окажется сильней, того и затеру с собой на лампку. Ну что же, вы стоите, начинайте, я жду. Я не имею ни малейшего желания жениться на вас. Это почему же? Я недостаточно красив для вас, госпожа. Достаточно, достаточно. А что касается меня, то я уже женат. Ах так. Это она мне мешает. Ты ее боишься. Так ее же можно убить. Стой! Какая бойкая невеста. Ты отрубил мне нос. Будь проклят! 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 Где мой нос? Я вся дрожу. Мне кажется, что случится что-то ужасное. Успокойся, успокойся, любимая. Все это только смешно. Пока мы оба с тобой, дорогая сестра, не бойся ничего. Нет, нет. Неспроста приходила сюда сестра Равана. Он что-то задумал. Забудь о нем. Он далеко отсюда. Взгляни лучше. Как прекрасны цветы граната. Хочешь, я украшу ими твои волосы? Ах! Это золотой олень! Лакшман! Мульнух! Как он прекрасен, как прекрасен! Лакшман! Ни на шаг не отходи от сипы! Слышишь? Ни на шаг! Как он красив! Весь золотой, а глаза как изумруды. Нет. Да. Сейчас брат принесет его тебе. Стрелы Рамы не знают промаха. Лакшман! Лакшман! На помощь! Что это? Кто это кричит? Ведь это Рама зовет тебя. Беги, беги, скорей. Нет. Нет, я не могу. Я не должен оставлять тебе одну. Лакшман! Погибаю! Беги, немедленно. Рама гибнет в лесу. Беги, я приказываю тебе. Я не могу ослушаться брата. Лакшман! 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 Приступишь! С тобой ничего не случится. Не выходи из круга! Беги! Спасите Раму! Спасите моего бесценного супруга! Возьмите мою жизнь! Но спасите его! Все тихо. Что там могло случиться? Что это за старик бродит за деревьями? Как страшно одной отшейник. Приветствую тебя, дочь моя. Благословен твой приход, святой отец. Почему ты не подходишь приветствовать меня? Подойди ко мне. Я низко склоняюсь перед тобой. Не гневайся, мудрейший. Я не могу уйти с этого места. Что ты делаешь одна в этом глухом лесу? Я не одна. Я живу здесь со своим мужем, великим героем Рамы. А кто ты? Кто я? Я бедный, странствующий монах. И я очень голоден. Не принесешь ли ты мне немного риса и холодной воды? Всего глоток свежей воды. Я вижу, ты забыла законы гостеприимства. Ты слышишь? Я голоден. Иди в хижину и принеси еды. Спешу, мой отец. А, наконец-то она вышла из круга. Вот. Прими мое угощение. Это рис и вода. А, кто ты? Рад. Я вижу, ты узнала меня, когда я сбросил покрывало отшельника. Узнала Равана, великого Равана. Что тебе нужно? Идем. Куда? Я не хочу. Пусти меня. Рама. Рама. Молчи. Рама гоняется за моим золотым оленем. За твоим? И тот другой глупец тоже. Скоро мы будем на ланке. Здесь, на поляне, нас ждет моя воздушная колесница. Рама. 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 Сита. Сита. Где она? Что ты наделал, Лакшма? Как ты мог оставить ее одну? Беззащитную. Сита. Где ты? Брат, прости меня. Клянусь тебе искупить свою вину. Не горюй так. Мы найдем Ситу. Ну, что это там? Озеро. Раненый орел? Да. Это Джатаю. Царь Орлов. Поспешим к нему. Джатаю. Верный наш друг. Что с тобою? Кто обогрел кровью твои гордые крылья? Ужайся. Благородный раб. Я встретил высоко в небе воздушную колесницу. В ней лежала твоя супруга. Прекрасная Сита. Она была бледна, как луна перед рассветом. И я даже подумал, что она мертва. Это была колесница Равана. Равана? Проклятие. Я бросился на него. И мы сражались, пока он не перебил мне крылья. Я стал падать. Сита успела сказать мне. Расскажи все моему повелителю. Я буду ждать его. О, прощайте. Силы покидают меня. Спасибо тебе, храбрый друг мой. Я никогда не забуду тебя, владыка вольного племени Орвов. Прости. Ты погиб, как воин и герой. Теперь вперед на ланку. На ланку. Сквозь дебри страшно и неудержимо К далекой ланке Рама устремится. Как дикой слон стремится к водопою. Как лев стремится за своей добычей. И Лакшман, верный брат и храбрый воин, Всегда был рядом, преданный и стойкий. И вот плечом к плечу они вступили В страну, где жило племя сильных обезьян. Кто это? Кто спит у костра? Обезьяны из другого племени. Нет, это люди. Это плохо. Почему? Люди враги. Нет, только охотники враги. А это не охотники? А луки у них есть? Есть, лежат, вот. Охотников надо убить. Убить, убить, с объемом головы, как корень. Это еще кто? Прочь! Подожди, Лакшман, опусти свой лук. Кто вы? Что вам нужно от нас? Убить. Кого? Вас. За что? Вы охотники. Убить, убить. Да вы ошибаетесь, мы не охотники. Не бойтесь нас. Мы не причерим вам вреда. Кто вы? Мы обезьянный народ. Обезьянный народ? Мы. А кто вам и правит? Царь. Нет, царь Сугрива. Царь, 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 Сугрива. Где он? Здесь. В лесу. Не далеко. Изгнан. Живет в лесу. Нет, в пещере. Боится, прячется. Кем он изгнан? Братом. Изгнан братом. Кого боится? Брата. Злого брата. Изгнан? Злым братом? За что? Брат жадный. Захватил царство. Нет, наше царство. Вы можете позвать его сюда? Кого? Сугриву. И царя, царя Сугрива. Да, да, царя Сугриву. Надо спросить. Ханумана. А кто такой, Хануман? Советник царя. Умеет летать. Летает, как ветер. Так спросите и позовите их сюда. Я пойду. Нет, я, я. Это задержит нас, а перед нами такой долгий путь. Нет, Лашман. Нигде и никогда нельзя проходить мимо зла. Если не подсекать его ядовитых корней, вся земля покроется непроходимыми зарослями злых и несправедливых дел. Хануман, кто это? Отвечай мне, твоему царю Сугриве. Это люди, мой поверитель. Пойдем к ним? Нет, поверитель, надо сначала узнать, зачем они пришли. А зачем? Может быть, за тем, чтобы поймать тебя. Зачем? И выдать твоему брату. Тогда убежим? Нет, не надо. А что надо? Надо узнать. Что узнать? Зачем пришли? Вот ты и узнай. Привет вам, чужеземцы. Мы ждем Сугриву, царя обезьян. У Сугривы большое войско. Где же было это войско, когда на Сугрива напал его брат? Я слыхал, брат победил Сугриву хитростью. Значит, у него и злой, и подлый брат. А куда вы путь держите, храбрые люди? Мы идем к владыке Ракшисов, к Равану. Зачем? Чтобы убить его и истребить его кровожадные войско. Так вы хотите сразиться со злобным Раваном? Да, мы идем на ланку. Властитель, иди сюда, сюда. Это не враги. И вы все наше славное племя. Не бойтесь. Не бойтесь сюда. Да. Хоть вы и люди, но вы как будто добрые. И я разрешаю вам остаться в моем царстве ветвей и пещер. Постой, постой. Откуда у тебя на плечах это покрывало? Это мое. Не отдам. Где ты взял это покрывало? Хануман. Отвечай сейчас же. Хануман, почему люди сердятся? Ты должен ответить, люди мой повелитель. Это покрывало принес ветер. Прямо с неба. И мои поданные нашли его в лесу. Это покрывало ситы. Моей жены. Это ее покрывало. Отдай его мне, государь. Хануман, что я должен сделать? Отдать. Что отдать? Покрывало. Кому? Человеку. Почему? Потому что это покрывало его жены. Возьми, человек. Благодарю тебя, государь. Рама, мы на верном пути. Хануман, а почему покрывало упало сверху? Надо спросить. Вот ты и спроси. Скажи, человек, разве твоя жена летает по воздуху? О, нет. Ее похитил Рава и увез на воздушной колеснице к себе на лампу. Похитил, увез, отнял. Отчего ты плачешь? И у меня было царство, а теперь его нет. И у меня была жена с длинным бархатистым хвостом и глазом, как листы и ягодки. Она целые дни прыгала вокруг меня. А теперь я один. Все, все оттел мой злой брат, а меня изгнал. Не надо плакать, великий царь, надо биться с врагом. Мои лук и стрелы будут служить тебе, как служит мне. Поверь, к рассвету в твоем лесу не останется ни одного врага. Хануман, верят ли мне люди? Верь, повелитель. Я тебе верю, герой. С тобой вдвоем мы победим моего злого брата. Советник, укажи мне дорогу битвы. Я счастлив сопровождать тебя, славный воин. И запылало гневом сердце рамы. Он взял свой лук, ходящий без пощады, И стрелы, словно огненные змеи, И встал перед обильчиком жестоким. И лишь только свет цари ветвей коснулся, И лес стал праздновать победу утра, Стрела без промаха пронзила свое сердце. И снова поцарилась справедливость. О, сильнейший среди сильных! Ты спас нашего повелителя. Да, ты спас меня. Ты избавил нас всех от несправедливости и зла. Да, да, ты избавил нас. И вернул царство нашему повелителю. Да, вернул царство. Я хочу с тобой проститься, друг. Как это? Почему? Нам пора в путь. Да разве вам здесь плохо? Мои поданные готовы славить тебя дни и ночи. Останься. Но хочешь, я подарю тебе половину своего царства ветвей и пещер? Перед нами дальний путь. Мы должны спешить. Прощай. Хануман, уходят! Их зовет великий долг, повелитель. Какой долг? А разве ты забыл? Нет, не забыл. А какой долг? Они идут в поход. В какой поход? На Равана, повелитель. На Равана? Так отпустить их? Нет. Не отпускать их? Да, не отпускать. Одни. А как? Мы должны идти вместе с ними. Почему? Ну, ты же знаешь сам, повелитель, что против Равана, областителя, зла и мрака должны подняться все. Конечно. Я сам знаю. Давно пора избавить землю от Равана. Люди! Я решил. Мы идем вместе. Мои подданные не знают страха. Мы тебе поможем, великой Равы. Приказываю всем воинам царства ветвей и пещер готовиться к бою. Непобедимый Рама поведет нас в поход на Равана. О, Рама. Каждый наш воин будет предан тебе до последнего вздоха. Да. Благодарю тебя, друг. Отныне мы будем делить и хлеб, и стрелы. И вам спасибо, славное племя лесов. Идем вместе. Мы разобьем черные войска ракшесов. Всегда побеждает правда. Гора не может раздавить алмаз. И золото в грязи не потускнеет. Засыпьте жемчуг грудами песка. Войди во дворец. Взгляни на покои, которые я повелел для тебя приготовить. Я ничего для тебя не жалею. Посмотри, как богат их убранство. Великое солнце. Сожги меня, как пламя погребального костра, чтоб даже голос этого низкого не осквернел на его слуха. Не гневайся на меня, ясноликое. Смотри, какими невиданными украшениями и нарядами хочу тебе одарить. Вот, парча, ты видишь ее узоры? Их ткали небесные девы из красок зари и блеска молнии. А это покрывало, как утренние роса на крови, как сонные дыхания бога ветра. Кто из женщин земли видел такие наряды? Взгляни на ожерелье и запястье, они подобны сверканию струй в ночь полнолуния. Бери, наряжайся, украшай свою дивную шею и нежные руки. Я брошу к твоим все сокровища вселенной. Только взгляни на меня. Ну почему? Почему ты молчишь? Где же Рама, где мой супруг, что прекраснее дня? Рама, Рама, Рама! Сестра, иди сюда! Господин, отдай ее мне. Бери, делай с ней что хочешь. Наконец-то! Иди ко мне, красавица! Иди, не бойся! Сейчас я и тебе отрежу нос. А-а-а! Что это? Обезьяна! Летит по воздуху! Врат! Врат! Кто ты? Я посол! Чей посол? Я посол величайшего из царей и храбрейшего из героев. Солнце подобного Рамы. Рамы? Мне велено сказать тебе, Что скоро от твоей золотой столицы Не останется камня на камне. Камня на камне? Да как ты смеешь так нагло со мной разговаривать? Я убью тебя! Я посол! Ах, да! Ну тогда я не убью тебя. Я только хочу, чтобы ты привлек к себе всеобщее внимание. Ведь нельзя же, чтобы появление в моем царстве посла великого Рамы прошло незамеченным. Что ты хочешь с ним сделать, брат? Сейчас увидишь. Эй! Сюда! Слушайте все! Это посол! Мы хотим оказать ему достойный прием. Но мы находим, что он бесцветен. Надо украсить посла, осветить, озарить его. Нужно, чтобы его видели все во всем его великолепии. Что прикажешь, повелитель? Что прикажешь? Повелитель! Принесите сюда паклю, масло, привязать ему к хвосту паклю, смочить маслом и... Поджечь! И поджечь! Озарим посла! Озарим посла! Холман вам покажет, как надвижит освещать город с появлением посла от самого Рамы. Мне не страшен огонь, а вот ваши дворцы я сейчас подожгу, и ветер с океана раздует огонь. Ну, смотрите! Повелитель! 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 Мы не виноваты! Произошло чудо! Несметный полчища врагов сходят на берег Ламки! Мы не виноваты, повелитель! Кто их ведет? Я боюсь твоего гнева, повелитель! Кто их ведет? Рама! Сам непобедимый Рама! Мы погибли! Повелитель! Рама на Ламке! Рама на Ламке! Повелитель! 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 Параконов! Я не отступлю! Нашим лучшим ядом! Одна капля убивает льва! И стрелы! И стрелы! И копье! Теперь он обречен, и ничто не спасет его! Иди! Ну, красавица! Слыхала? Пойдем и мы, брат, посмотрим на этот бой! Идем! Как звери ракши со свирепой бродили В своей неукротимой страшной злобе И шатно пили человечью кровь! А их владыка беспощадный Раман Как сгусток яда, ненависти, мрак Всю землю отравлял своим дыханием И в океане зла тонули люди И ждали долгие века героя Что мог бы эту силу одолеть И вот на Ламке появился Рама Как острый меч, карающий гневный Как ослепительно сверкающие пламя И силы жизни Стали против смерти Скрестились светлые черные мечи Кто победит В грядущий бой пока? Уже светает Солнце заряет океан Пора будить Раму, хоть он заснул совсем недавно Низ, подожду еще немного Пусть отдохнет перед такой тяжкой битвой Кто это летит сюда так стремительно? Птица? А, это Хануман Рама, очнись, Хануман уже здесь Как я рад тебе, мой друг Скажи скорее, ты видел Ситу? Она жива? Нежный светильник, ее жизни не угас еще Но подпиши, великий воин Она же столько страдает в костях у ракшусов Лакшман, зови Сугриву Пусть готовит армию к бою А ты, Хануман, вели трубить вызов Рама, вся армия ждет твоего повеления Эй, Раван! Властитель тьмы! Я вызываю тебя на бой! Выходи, владыка зла! Я жду! Что вы пищите здесь, крысы? Сначала сразитесь со мной Ну, с тобой может сразиться любой воин моей армии Лакшман, принимай бой! Хорошо Я Лакшман, брат солнцеподобного Рамы Буду биться с тобой А теперь говори, кто ты Сейчас ты наглец падешь от руки славного кумбахарны Брата непобедимого Равана А затем этого его Раму Постигнет та же участь Смельчаки не хвастают, а сражаются Берись за копье! На копье я опирался, когда учился ходить Я выбил копье из твоих рук Я не сражаюсь с педорожью Вот мой меч Но мечом я играл еще Колыбели Лакшман! Что с тобой? Ты слышишь меня? Открой глаза, Лакшман! Великая Рама! Твой брат гибнет не от раны Рана, как царапина Это яд! Это страшный яд! Неужели ничто не может спасти его? От этого яда может спасти только лекарственная трава, которая растет в далеких северных горах Но туда надо скакать на коне сто дней Значит, он погибнет! Нет, господин, ты забыл обо мне, о твоем преданном друге Ведь мне дана чудесная сила летать быстрее времени Я спасу твоего брата! Смотри! Подарки, лесть и просьбы, и угрозы Все было тщетно Непреклонно сито ждала супруга Верила в него И грозный Раван, видя эту силу Необоримость этой чистой веры Решился на страшнейший из обманов Эй, слуга! Я здесь, Владыка! Иди принеси сюда голову Рамы Ты меня понял? Голову Рамы! Рамы! Повинуюсь! Продолжай свое гордое молчание, царица! Сейчас ты похолодеешь от страха и безысходности Ага! Уже не суд! Ну! Взгляни, чья это голова покоится на щите! Чья! Узнаешь ли ты черты лица любимого супруга? Вот вы и встретились! Что ж ты так побледнела? Почему опустилась на землю? Твои силы наконец-то изменили тебя! Взгляни на него! Не закрывай глаз! Ты же его так ждала! Две моя жизнь подходит к концу Я последую за своим супругом Ты ничего не добьешься, низкий повелитель зла! Брат! 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 Я выиграл бой! Я сразил Лакшмана! И сейчас иду, чтобы убить Раму! Значит, Рама жив! Жив мой любимый! Ты обманул меня, мерзкий! О, Рама отомстил тебе за все! Я вижу, что пока он жив У тебя нет надежды, брат мой Слышишь? Да! Он не успокоится Пока я не заставлю его замолчать Убей его, брат! Зачем медлить? Мой меч и шлем! Я иду! О, небо! Я себя принесу в жертву! Только помоги Раме! Вот! Рама, взгляни! Я не имел времени искать траву! Я принес всю вершину горы! Сейчас я найду эту траву! Не эта и не эта, а вот она! Вы ложим к ране, и вы все увидите, как быстро наш юный воин оживет! Вот так! Вот так! Ну? Ну, открывай глаза! Лакшман! Где мой меч? Мое копье? Где враги? Ну? Вот он снова готов к битве! Ты жив, мой брат! Мы опять будем сражаться вместе! Ох, Ануман! Ты как будто меня самого вернул к жизни! Возьми свой меч, Лакшман! К оружию! Начинаем! Бой! 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 Я не за себя и не за ситу буду биться, а за весь наш народ и всех людей на земле! И не отступлю! Убить и вызов! Раван, владыка шакалов! Выходи! Великий Рама вызывает тебя на бой! Ну вот, я перед тобой! Что ж ты медлишь! Или ты забыл, где твой меч? Где сита? Ее здесь нет! Нет! Это были твои последние слова на земле и последняя ложь! Бог смерти! Дорю его тебе! Рама! Рама! Сита! Любимая моя! Мы снова вместе! Забудем пережитое горе! Мой господин! Мой единственный повелитель! Раван убит! Вся земля свободна от власти зла! И мы можем, наконец, вернуться в нашу родную кошалу! Я благодарю вас всех, храбрые воины! Я ваш друг навеки! А моя кошала, ваш дом! Помните! Всегда побеждает правда! Прекрасной Индией, жемчужине земли! И в наши дни все прославляют Раму! И царство справедливости и мира зовут с тех пор словами Царство Рамы! Редактор субтитров А.Семкин